Настоящий праздник льна. Уже в эти выходные 15 и 16 июня в Минске, в Верхнем городе, состоится фестиваль «Свято льну. Родное модное». Так вот, о его программе и не только мы прямо сейчас поговорим с нашим гостем в студии. Встречаем в студии доброй ранницы Беларусь, соорганизатора фестиваля, директора компании «Белбренд Аудит» Валентину Дынич. Доброе утро! Доброе утро, Валентина Ивановна. Вот этот праздник впервые прошел прошлой весной на стадионе «Динамо». Сейчас новая площадка, да и лето уже наступило. Почему переехали в Верхний город? Здесь есть несколько ответов, но я один из них упомяну, потому что все-таки льон, свято льна, льну – это наша история, это наша культура. И нам хотелось в этот раз показать ее в самом центре, в самом сердце Минска, с тем, чтобы все наши туристы, которые не минуют это место, как правило, могли прийти увидеть все, что предлагается. А предлагаться там будет очень много, я об этом и скажу. И поняли, почему для белорусов льон – это такая важная составляющая нашей жизни. Давайте, кстати, сразу, может быть, о программе поговорим. Вот что мы, туристы, там увидим? Вот, вообще, самые такие основные активности начинаются и 15-го, и 16-го числа в 12 часов. Программа, она будет, что называется, опубликована вот наружной рекламе, ее можно увидеть, поэтому очень коротко сейчас. Будут несколько конкурсов. Конкурс детских моделей, мы убедились, Ляночек, мы убедились в том, что деткам тоже нужно прививать, вообще, это основная задача, прививать уважение к своему, поэтому у нас там будут даже номинации. Номинации это будет называться «В итоге», потому что «В итоге» – это все-таки то, откуда мы идем, Ален, это наше, несомненно, «В итоге». Вообще, акцент на детей мы делаем в этом фестивале, такой значительный, будет хорошая детская площадка, даже с мини-зоопарком, которая воспроизводит некий такой вот подворье, то есть площадь свободы, вот есть арт-терраса, и туда можно подойти и вместе со зверушками вспомнить, или родителям вспомнить, бабушкам, дедушкам вспомнить. А детям рассказать. Да, рассказать, как когда-то мы жили, как эти рушники какие-то. Как наши эти ходники или там наши постелки, как они занимали наше большое вот такое культурное пространство. У нас будет конкурс дизайнеров. Он с акцентом, естественно, на лен, не менее 50% льна должно быть в изделиях этих молодых наших дизайнеров. В основном, почему я даже не оговорилась, именно для молодых. В этом году у нас участвуют как белорусы и россияне, что было и в прошлом, в этом году еще у нас добавились Казахстан. И что тоже само по себе приятно, они делают коллекцию из льна, и для них это как бы возрождение опыта. В Советском Союзе так было, но в этом потом был довольно большой промежуток, когда они без льна как-то обходились. Поняли, что плохо все-таки без льна. У нас будет замечательный спектакль вечером 15-го числа в 20 часов, я приглашаю. Все это будет проходить на сцене, сцена уже установлена, будут задействованы замечательные коллективы. Но в спектакле театр юного зрителя, известные нам всем, это будет такое очень интересное объединение. Как в спектакле самого, так и показа. Можно будет наряды рассмотреть. И наряды рассмотреть. И понять, почему эти наряды там предложены, и вообще где их можно в жизни потом использовать. Даже какие-то такие, мне кажется, намеки в этом плане. Будут показы наших брендовых предприятий. Поэтому фактически, вот если прийти 16-го числа, можно посмотреть и то, что предлагает на сегодняшний день. Ну, такие концепт-тренды, что ли. Вот того, что предлагают наши предприятия. Потому что понятно, что те коллекции, которые будут показаны, это не сразу они появляются в магазинах. Но, как всегда, определенные какие-то аспекты можно уже и увидеть, и посмотреть, и потом их искать. В общем, ждем модников, я так понимаю. В том числе, да, чтобы они себе присмотрели тренды на будущий сезон. Потому что Лен как раз-таки тренд лета 2024. Я думаю, что он вообще для белорусов, он тренд. 24 на 7. Да, 24 на 7. И всю нашу замечательную жизнь, это тоже наш, мне кажется, тренд, который вот... Он никогда не был забыт, наш Лен. Но, мне кажется, к нему действительно внимание усиливается, что очень хорошо. Действительно, это очень хорошо. Давайте поговорим об этом процессе усиления внимания. Вообще, Свято-Льно, родное, модное, оно когда-то было составной частью и продолжает являться составной частью фестиваля в итоге. Почему же все-таки решили сегментировать вот так вот, вывести на отдельную площадку и в отдельную дату именно модную часть? Чем хорош фестиваль в итоге, вернусь к нему, потому что вот он недавно только прошел, и я думаю, что это правильно будет еще разочек поблагодарить замечательный город Пружаны, который нам позволил, нам, организаторам, еще раз убедиться в том, что наши люди замечательные и что им интересны очень многие аспекты. И фестиваль в итоге позволяет эти аспекты раскрыть. Но сами понимаете, что все-таки акцент там сделан на здоровый образ жизни, на спорт. Вот, и несмотря на то, что там есть очень много разных активностей и мероприятий, спорт стоит, ну, скажем так, во главе. В то же время, и фестиваль в итоге, и мы дальше продолжаем, у нас есть множество ценностей, которые нужно, ну, знаете, вот есть во главе, мы настоящие должны быть крепкие, здоровые, ну, уверенные в себе. Но мы должны уметь помнить свои корни, да, вот у нас пошла история, помнить, где эти корни у нас, как они возникали, почему мы их можем использовать, чем мы отличаемся, вот чем мы отличаемся. Мы в том числе, вот недавно, у вас в студии была Татьяна Алексеевна Лугина, она как раз упомянула, что мы отличаемся льном. Нас даже уже ассоциируют в силу ряда обстоятельств именно со льном, и это хорошо, потому что мы его сохранили. Это наш знак качества. Это наш знак качества. Леон ведь чем интересен? Ну, и даже название нашей страны было когда-то, ну, по крайней мере, одной из таких интерпретаций, связанной со льном, потому что когда леон расстилали, он белел, он становился лучше, краше. Вообще леон действительно, скажем так, с возрастом он становится только лучше. И мамы всегда использовали для деток своих уже ту ткань, которую они использовали сначала для себя, перешивали платье и так далее. То есть это история и богатство. Поэтому леон – это действительно то, что на сегодняшний день и отличает нас, и является такой, в том числе, экономической, несомненно, категорией. Это то, что объединяет нас. Это то, что, в конце концов, подчеркивает нашу государственность. Как мы знаем, в гербе есть леон. Поэтому логично было еще немного больше поговорить об льне. Как бы ни был замечательный фестиваль в итоге, но у него есть тоже определенное время, он не может быть дольше. Поэтому мы с организаторами вместе решили, что вот потом какие-то отдельные аспекты мы будем дополнительно выделять. Валентина Ивановна, один короткий вопрос в конце нашей беседы, все-таки не могу не задать. Мы говорим очень много про традиции, про историю льна. А современный лен, современные модели, чем лично вас, человека, который, ну явно с этим много работает, потому что вы себя организатор фестиваля, удивляет? Вы знаете, вот у нас есть действительно даже бренд такой «Белорусский лен», и он имеет действительно все шансы стать и нашим географическим указанием. Но это я уже так, как вот есть грузинские вина, есть определенные продукты, которых не буду уже перечислять. Вот «Белорусский лен» это действительно то, что, мне кажется, на сегодняшний день вот абсолютно современно. Мы все говорим об экологии, о натуральности, мы все говорим о разнообразии. Лен как раз на сегодняшний день, он позволяет этого разнообразия добиться. Можно как пользователя этого «Белорусского лена» я скажу, что современный «Белорусский лен» это не то, к чему мы привыкли, который ты сел и он помялся. Вот вы говорили, 50% лена в коллекции, смесовые ткани, когда идет смесь. Лен это и наши традиции, но сейчас это и удобно, и красиво, и модно, и вот как раз-таки на вашем празднике. И молодежно я бы добавила, потому что есть очень много молодежных моделей. Я думаю, будет прямое тому подтверждение. В общем, идем смотреть. Да, и если многие думают, что лен это рубашка или пропастельное белье, нет, дорогие друзья, это гораздо шире. Нет, приходите на фестиваль «Свято леноуродное модно» и убедитесь в этом. Сами смотрите, что делает Татьяна Валентина Ивановна. Я вам подчету в конце. Пожалуйста, у нас совсем мало времени. Да, у нас есть конкурс, и в этом конкурсе наши молодые. Ильняная кашуля, пяшчута матули, ильняная рубаха, родиме повага. 13 лет. Значит, это действительно все-таки, это вот буквально написано было недавно. Валентина Ивановна, значит, в правильном направлении работаете. Спасибо вам большое и до встречи 15-16 июня в Верхнем городе.